...финала чемпионата. Ну вот они как общались с Андрин Баи. Экс-обладательницы Большого Хрустального Глобуса. Им есть что обсудить. Они были соперницами, но и подругами всегда тоже. Ну и что ты меньше всего будешь оплакивать своей карьеры? Почему меньше всего будешь скучать, когда уйдешь? Это будет стрельба из положения стоя? Нет, я бы не сказала. Потому что на самом деле мы подружились с Тойкой в последнее время. Ну и я научилась все-таки как-то компенсировать свои неудачи. Но что мне точно не будет сниться, так это то те дни, которые я проводила в гостинице, когда не знала, чем заняться. И эти долгие переезды, путешествий слишком было много. И это были отнюдь не романтические путешествия. Зато я буду, конечно, тосковать по нашей атмосфере, по нашей команде и, в принципе, конечно, по биатлону, по миру биатлона в целом. Ну и ты знаешь, говорит она, что это довольно странное такое ощущение, конечно, когда ты перестаешь быть биатлонисткой. И ты уже сейчас на данный момент имеешь такой опыт. Тем не менее, да, у меня были моменты в этой очень удачной карьере, которые я хотела бы забыть. Вот, например, Мастер Твандхольц, когда я трижды настрелялась под ноль, а потом пять раз промазала в последние мишени. И после этого, веришь, нет, до вторника я все время плакала. Ну, такие потрясения мне тоже больше не нужны, честно говоря. Но, в принципе, как и у любой спортсменки, у меня были свои взлеты и свои падения. Взаимоотношения немножко разные там. Ну, а теперь у тебя два выбора. Либо вот этот футбольный мяч, либо вот такой выбор. Какой ты выбираешь? Я, по-моему, выберу все-таки второй вариант, говорит Магдалина Нойнар. То есть я стану мамой не сегодня, не совсем скоро, имеется в виду. Но через некоторое время, да. Тут много разговоров, естественно, было насчет предложения со стороны Мюнхельской Баварии, со стороны их президента. Но, вы знаете, пресса, как всегда, как часто это бывает, по крайней мере, очень сильно это все раздуло. Хюнхель, который является президентом нашего домашнего клуба, он делал действительно предложение. Но мне кажется, что это такой жизненный племянский жест, а я не думаю, что я действительно какую-то должна была серьезную работу там делать. Ну, а вот еще один предмет, который тебе хорошо знаком, как ты со связанием-то будешь более плотно знакомиться во время своего отдыха. Ну, для меня это всегда было просто своеобразным путем для того, чтобы расковаться, для того, чтобы сбросить эмоциональное напряжение. То есть, я не могу из этого, конечно, сделать свою следующую работу, но, ожидая ребенка, наверное, я этому тоже могу уделить внимание. И после поздравлений со стороны своей бывшей коллеги Санрин Баи, Магдалина Нойнер благодарит нас за все и говорит, вот как все изменилось. Сначала моими примерами для подражания были Магдалена Форсберг, Куши Дизель, Санрин Баи, между прочим, тоже. Потом я сама стала ориентиром для молодых атлетов, ну и дальше эта эстафета продолжится, и я вижу в этом нечто такое позитивное, оптимистичное. А я продолжаю двигаться по этому кругу, но просто перехожу в некоторое иное качество. И всего самого-самого лучшего в будущем желает ей Санрин Баи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!